доброе утро и доброе утро дорогие победовцы я очень эта неделя была сложная сложная тяжелая но как говорится такая она только потому что я ее так воспринимаю если ее воспринимать по-другому наша интерпретация всех этих вещей событий собственно и создает тот отпечаток который остается в голове поэтому я сейчас не понимаю меня слышно или нет нет раз два три раз раз-два-три раз-два-три понимая слышно мне или нет и раз-два-три вот сейчас эта штука хотя бы шевелится у меня которая показывает что микрофон проверим запись идет ну и погнали просто на этой неделе был оказывается температуры на ногах на пробежках на отжиманиях и сегодня вроде бы легче потому что с утра обычно и горло так было схвачено и глаза болели но тем не менее просто по привычки делал и честно скажу что после пробежек после пробежки ощущения были легче потому что видимо кровь прогонялась кровь проходила этап какой-то очистки и становилось легче до практик конечно просыпаешься и вообще ничего неохота делать никуда идти вернуться на другой бок и продолжать спать вот ну что у нас давайте подобьем предыдущую неделю предыдущую неделю что за это время сделано сейчас открою на компьютере какие нибудь свои вспомогательные программы потому что естественно ничего не запоминаю что мы налепили за неделю недели это очень много иногда даже вчера то не все помнишь что происходило поэтому практики которые с утра по задачам или по вчерашнему дню я стараюсь вести онлайн то есть если что-то происходит я сразу делаю заметочку чтобы потом утром это либо дописать чуть-чуть либо вставить уже готовый формат таким образом получается экономия времени утром и более спокойно что ли подъем более спокойно подъем это происходит наверно потому что во первых сейчас уровень целей достиг десяти и уровень предыдущих событий достиг тоже десяти отсюда получается общая так я придумал как себя проверять я придумал как себя проверить а тут еще и почему-то так у нас почему-то еще не это не что Продолжение следует... Раз. Раз. Так, все, окей. Я проверил, что у меня все работает. Почему-то, когда я захожу с другого аккаунта в наш чат, не показывается, что идет трансляция. У кого-то показывается, у кого-то нет, но нет этой кнопки присоединиться. Причем это каждый раз с телеграммом какая-то беда, если честно. В этих отображениях у них явно глюки просто полнейшие. При том, что они перешли вроде на формат платного приложения, да, с привилегиями какими-то, оплатами. Так, что мы делаем, ребята? Открываем, открываем... задачи, которые были сделаны. И погнали. Пробежимся. Что же за эту неделю было сделано? Так, у нас получается... Все зависит? Блин. Да, вы шутите. Ну вот, висни. Это что же такое-то? Так. Так, в общем-то... Это, конечно... Вот о чем я и говорил, да? Что в телеграмме какая-то ерунда. И сейчас плюс еще компьютер у меня тут решил зависнуть. Сейчас перезагружусь, посмотрим, что получится. Компьютер вообще завис. Ладно. Так, ладно. Пока по памяти пробегусь. Во-первых, мне нравится очень наш логотип. Наш новый логотип, который золотенький, яркий. Написан час побед, не ошибешься. И, если заметили, вокруг часы, рисочки часов. Причем есть одна рисочка внизу, которая показывает пять часов. Раз, два, три. Вот, а блин, что такое? Отсюда получается, что эти риски на логотипе говорят о том, что вроде как пять часов идеальное время. Но на самом деле оно не важно, потому что есть еще много другого времени, которое можно делать в нашей практике. Мне очень понравилось и прижилось опоздание вместо штрафа. Опоздание вместо штрафа. И сразу стало легче. Я уже получил по этому поводу несколько положительных обратных связей, отзывов, что особенно тех людей, которые раньше участвовали, особенно тех, кто участвовал. И он сказал, что действительно, раньше, когда за одну маленькую козявочку крест ставился на всем, пропадало желание выполнять практики. пропадало желание делать. Ты понимал, что если ты опоздал, фактически ты опоздал, то все остальное не имеет смысла. Все остальное, весь этот набор практик обесценивается тут же. И это неправильно. Переключаясь на компьютер, обратно. Наушники так, ну все, вроде, нормально. И продолжаю. Собственно, телефон сейчас пока заберу. Наверное, тогда по телефону буду смотреть, чтобы ничего не зависло. А то, знаете ли, не очень приятно сидеть, перезагружаться. Итак, список, конечно, просто гигантский по проделанной работе. 45 пунктов отмечены выполненными. Плюс столько же, наверное, еще висит в состоянии, которое надо делать. Значит, опоздание, я уже сказал. очень положительно повлияли на наши изменения. И теперь значит, что если ты опоздал, ты не проиграл. Ты просто опоздал. При этом ты можешь спокойно выполнить свои практики тогда, когда ты это можешь сделать. да, факт опоздания фиксируется, но и фиксируются победные баллы за выполнение практик. не важно, когда ты их сделал. Важно, что ты их сделал. Это становится победой, маленькой победой, которые каждый день складируются у нас в фундамент, фундамент нашей уверенности и движение вперед. От чего мы, собственно, строим всю свою жизнь, весь свой день. Значит, за это время я добавил дополнительные практики. о них я рассказывал. Это 365 вопросов. Они дают возможность более глубоко, наверное, прорабатывать работу с самим собой. Почему? Потому что ранний подъем он фактически, как такой петелек, зажигает, пробуждает, активирует. И вот в практике час побед они дают возможность подумать, пофилософствовать, порассуждать. И это дает возможность познать себя более глубоко. Дальше, что сделали? Оплату. Оплату платных пакетов, платного участия через агрегатор, который совершает прием денег. Это называется эквайринг. Я подключил его. Сделан он Яндексом. Называется U-Money. Это компания Яндекса по приему платежей. Что это дает? Это упрощает процесс оплаты упрощает, делает его более безопасным, делает его более прозрачным, делает его более надежным для платильщика, для покупателя. Единственное, это расход в 3% сразу, который забирает площадка, который собственно сразу минусуется. Но фактически он мог пойти на развитие. Но здесь такой вопрос, что на самом деле это стоит того. Почему? потому что это стабильный прием оплаты, безопасный и автоматический. А это значит, что раньше, чтобы подтвердить платеж, надо было перевести обычным переводом, потом значит сделать скриншот, выслать его в бота, зафиксировать. С моей стороны нужно было проверить, пришли деньги или не пришли. посмотреть скриншот, посмотреть поддельный он там или не поддельный, нарисовал его кто-то или не нарисовал. А отсюда получается вот эта ручная работа, которая зависит от человека, человеческого фактора. И что, камера опять зависла. Вот. От человеческого фактора. Ну и как вы понимаете, в два часа я сплю, в три часа я сплю, а у нас существуют разные пояса, и планируется как бы увеличить приглашение количество приглашений, количество участников из разных вообще абсолютно точек страны или даже мира, потому что все можно делать в этом плане автоматически. Поэтому 3% приходится отдавать. А, и плюс еще что, помощь, поддержка клуба, если кто-то хочет пожертвования сделать, великодушный на самом деле шаг. Честно скажу, что я сам очень редко прибегаю к таким процессам пожертвований, именно вот в поддержке каких-то проектов, и последний раз делал такую поддержку проекту, где я лично знал человека, который является автором вообще этого процесса, ну, потому что, вот, не знаю, вот так вот личное знакомство дало нежелание его поддержать. Видимо, когда люди не знают, кто автор, когда это сделано как-то безличное, то, ну, у меня лично так, у меня не цепляет, наверное, такой процесс. Хотя, в принципе, может быть, здесь с возрастом пришло понимание того, что проще, если продукт хороший, проще его купить, лицензионный, чем, как это было, например, там, в школьные, студенческие годы, тебе проще было потратить время, мне было проще потратить время, чтобы найти где-то на торрентах, скачать это и смотреть бесплатно. Ну, потому что не было, как бы, ценности в том, что ты даже потребляешь платный продукт. Не было ценности платить за это. Сейчас, в этом возрасте, в этом состоянии, существует такое понятие, наверное, как удобство, быстрота, качество, поддержка, техническая поддержка. Это можно сказать сейчас про бота, на котором выстроена вот эта вот работа контроля и поддержки. Он тоже платный и с одной стороны можно было бы писать его кодом, сидеть и делать его на своем компьютере и это было бы бесплатно. То же самое электричество, которое и так тратится. Но в конструкторе сделано все удобнее. В конструкторе половина этого кодинга заменена на блоки. Не физические, а визуальные. В этом блоке зашито уже какой-то код. Тебе туда надо вставить пару вещей, ну как не блоков, а деталек и он работает. Это удобно. По схеме накидал свою логику. Ну что опять? В чем видео отваливается. Накидал свою логику, запустил и все работает. И если какой-то происходит сбой, ночь ты спишь ты спишь. Утром ты просыпаешься бааааааа за ночь оказывается что-то отвалилось и восстановили потому что ну поэтому это их хлеб они за это получают и просят за это деньги. И это нормально. И это нормально, это безопасность для нас, для участников. Это удобство для всех участников и работоспособность. В общем теперь пожертвования типа поддержка благотворительность может осуществлена быть через также юмане безопасно просто 24 часа в сутки хоть в час ночи все автоматом посчитается все прибавится по чесноку скажу что поддержка пишу как плюс по чесноку скажу что когда человек оплачивает поддержку у него за ним программе закрепляется сумма которую он перечислял она не афишируется но она фиксируется и это значит что я знаю кто сколько пожертвовал я знаю этих людей и я вам за это вообще благодарен на 10 лет вперед вообще за то что вы решаетесь так поддержать без криков без оров без плакатов без флагов просто тихо аккуратно выразить свою благодарность поэтому я свою очередь точно также планирую поддерживать клуб поддерживать и развивать не просто поддерживать развивать его для всех нас для вас для тех даже для тех кого вы посчитаете кому это будет полезно кого вы пригласить забегу чуть-чуть вперед по реферальной программе я скажу что мы сделали со сторонними программистами реферальную программу но я принял ее решение запускать только для тех людей которые прошли основной челлендж то есть фактически она будет активирована спустя 66 дней по завершению вот этого челленджа для тех кто прошел 66 дней доброе утро полина она у нас отчиталась о подъеме у нее 627 между прочим у меня 827 почему 550 но вот она в 557 встала в 627 в бота засунула отчет хорошо хоть скрешет 557 сделала это чё значит москва до 627 до москва ну или московский простой говорю про реферальную программу что такое реферальная программа это возможность если я вам так скажу что реферальная программа как правило это способ развития проекта это раз способ развития 2 это способ заработка рефереров реферов тех людей которые приглашают то есть это значит что участник получает уникальную ссылку и и начинает распространять по ней заходят интересующиеся люди они оплачивают платный курс ну платный челлендж так скажем заходит в платный челлендж и какой-то процент отчисляется тем кто разослал эту ссылку это как сарафанное радио но тут ты четко понимаешь что отдавая свою ссылку и распространяю везде ты как это рыбалки ловишь людей к тебе приходят через тебя через ту ссылку приходят платят и ты на этом зарабатываешь и вот и вот сейчас и вот сейчас у меня появляется совершенно другое понимание этой процедуры хочу поделиться этим я раньше ее так и воспринимал как средство для манипуляций участник через их заработок через их заработка продвигать продукт вот вот так но когда я начал ее применять к своему клубу к часу побед я начал по-другому интерпретировать цель реферальной программы по идее если ее рассматривать как рычаг для развития ее надо выкатить как можно раньше ее надо дать всем кто заходит в робота дать возможность тем кто не оплатил и не зашел тем кто не оплачивал но зашел бота и возможно даже не участвовал в самих челленджах дать им эту ссылку и пусть они ее сыпят ею везде где только могут и вроде как бы заинтересованные люди зайдут перейдут может быть оплатят и им за это перечислят деньги часть а то есть мы дадим возможность зарабатывать но я понимаю что качество рассыпанных ссылок значительно падает потому что рассылать может человек который не имеет отношения к самому клубу не имеет отношения к подъемам не выполняет их и возможно даже никак не уважает не считает что они полезны он просто сыпет эту ссылку везде и привлекает людей ему и это принципе нормально это нормальная практика продвижение любого продукта но я решил сделать немножко по-другому в нашем случае я решил сделать это привилегии я решил сделать это наградой что ли наградой в каком случае когда ты заходишь в клуб ты смотришь участвую участвую бесплатно или еще как и не проходишь вообще ничего из того что здесь дается это как ученик пришедший в школу сбежавший с первого урока и потом который ходит и всем рассказывает или ходит и обучает всех как надо делать но это неправильно это какая-то сломанная на самом деле система потому что цель клуба цель вообще всего этого объединения этого сообщества она заключается в том чтобы помочь помочь каждому из нас и мне в том числе сохранять вот этот стержень сохранять понимание сохранять осознание вот этого раннего часа ранних практик которые мы здесь делаем потому что какая бы ситуация не было в окружении чувствую себя уверенно именно на том что мы делаем по отношению к самому себе можно сохранять спокойствие и надежность вообще своего состояния и продолжать двигаться не впадать в уныние не быть зависимым от фраз не быть зависимым от обстоятельств которые вокруг тебя складываются и продолжать двигаться вперед ставить цели отслеживать что было вчера какие были положительные ситуации и даже какие были отрицательные и из отрицательных еще научиться вытаскивать вообще какие-нибудь ценности это прям топ of the top top of the top английский у меня хорошие на самом деле это это я могу сказать абсолютно файл салвен гео лисами а час кири чему я веду потому что реферальная программа в нашем случае будет наградой для тех людей для тех участников для тех учеников которые прошли весь через шестьдесят шесть дней да пусть они опаздывали да пусть они где-то пропускают да пусть они делали не все практики но шестьдесят шесть дней прошли набрали свое количество в своем темпе свои победы сформировали свой опыт свои открытия свои навыки в своем темпе по отношению к самому себе и вот они могут приглашать своих людей они могут приглашать своих знакомых друзей они могут приглашать незнакомых они могут сыпать этими своими ссылками где угодно и как угодно но у них есть база которую они рекомендуют они прошли этот этап это эту часть жизнь это как человек который был в армии и потом рекомендует в армию сходить объясняя это какими-то результатами человек который не был в армии как я я ничего сказать для меня это потеря времени для меня это потеря двух лет года для меня это состояние издевательства над человек может быть ну это это мое несведующее мнение вообще никак то есть экспертности в этом никакой я конечно же могу придумать и плюсы и минусы но поскольку я не ходил туда плюсы для меня будут гипотетически минусы практически потому что за этот год пока я мог бы быть в армии я бы не сделал этого 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 я бы не познакомился с женой я бы не открыл бизнес я бы не начал заниматься серьезно изготовлением украшений я бы не прошел обучение я бы не прошел тренинги я бы не завязал отношения я бы не не женился прям очень много фактов которые произошли в разрезе двух лет и конечно же для меня это все плюс если я зачеркну и поменяю на два года в казарме конечно же там все будут минусы потому что у меня этот кусок жизни просто схлопнется исчезнет и каким я вышел бы через два года после армии гипотетически черта узнает с кем бы я потом познакомился с кем бы я из людей без знакомств вышел оттуда в каком состоянии я бы выше здоровье здоровье сознание вообще только остается предполагать поэтому конечно же для меня как для человека который там не был ощущение будут только отрицать к чему я это все говорю потому что я хочу сделать реферальную программу как некая награда для тех людей которые прошли этот этап этот курс и получили опыт и могут им делиться и хотят им делиться потому что даже если человек прошел он может потом не делиться это его право это его жизнь это его стремление желание хочет он создавать вокруг себя окружение людей с такими идеалами идеями или не хочет и вот от этого очень много складывается поэтому реферальная программа у нас готова она не обкатана не на ком обкатывать насколько я смог ее протестировать она готова и будет запускаться для людей которые прошли чем то есть будет там когда 66 дней закончится сегодня у нас кстати тридцатый день то есть через 36 дней я буду ее выкатывать и предлагать ее финалистам тем кто дойдет до 66 дня причем сейчас пока мне не важно человек заходил платно или бесплатно не важно чтобы он 66 дней прошел потом может быть будет некое ужесточение я думаю потом будет потом будет не ужесточение потом будет градация и возможно даже сейчас я ее придумал так сейчас награда еще раз еще раз проговорю что реферальная система это способ развития любого проекта любого продукта это обычной системе способ заработка и манипуляции участника в моем случае я выбрал третий вариант и сделать его хочу как награду для тех кто прошел челлендж и теперь у меня в процессе того как я это проговариваю у меня рождается два варианта первый это определенный процент для финалистов бесплатный уровень бесплатного уровня бесплатного уровня я даже знаете как сделал я же скорее всего потом упрощу уровня сейчас они их там семь штук разные цвета но суть то не меняется по времени до 5 часов по времени до 6 часов и по времени до 22 часов по факту три уровня до 5 часов один раз прошли до 5 часов два раза то есть вот это все я хочу упростить чтобы не было кучи вот этой тягомотины и сделаю скорее всего просто три уровня легкий средний или там универсальный и сложный и здесь скорее всего реферальная система будет тоже двух или трех уровней в зависимости от того какой уровень прошел участник у него будет такая реферальная система грубо говоря тот кто прошел на бесплатной основе получает реферальную программу где будет 5 процентов отчисления от оплаты участника тот кто прошел средний уровень будет получать 10 процентов от оплаты приглашенных участников тот кто прошел сложный уровень и вставал 66 дней до 5 часов и не просто взял бесплатный уровень а вставал до 5 часов а взял платный до 5 часов сложный уровень и на нем отпахал 66 дней на нем прошел и почувствовал каково это если ты встаешь после 5 у тебя опоздание потому что на розовом это расслабон ты можешь до 10 часов зайти в любой момент да ты встаешь до 5 но у тебя как бы все равно расслабленность даже если ты в 5.01 в 5.30 выкатишь свой подъем у тебя не будет опозданий ты будешь красавчиком но здесь в сложном варианте у тебя будет подпирать отчетность что надо сделать утром и ведь в этом смысл не в том что мы перед сном догоняемся и делаем эти практики смысл все таки в том чтобы мотивировать людей начинать свой день таким создавать создавать настроение создавать свое утро создавать свой день и создавать фактически изо дня в день свою жизнь и в этом суть и есть послабление есть различные градации но тем не менее самый яркий путь это раннее утро когда все спят только тогда ты можешь почувствовать как ты себе выделяешь время выделяешь этот час и как ты сам с собой работаешь потому что если вечером бегать вечером приходить перед сном то фактически ты уже говоришь так подождите меня не трогайте никто дети меня не трогайте жена не приставай ко мне мне надо побегать мне надо отжаться мне надо тут сделать отчетность и тем самым ты как бы отталкиваешь все что тебя окружает хотя это ценно для тебя тоже это тоже ценность это семья и время для нее тоже должно быть а утром почему ты опоздал почему утром ты не сделал разве ты был семьей в 5 утра или ты спал вот в этом разница что если человек делает значит на легком уровне реферальная тоже легкого уровня средний уровень будет давать больше кэшбэка а сложный уровень ну грубо говоря там 15% это сейчас все наугад оно может за 66 дней за 33 дня еще как-то модернизироваться но я считаю это справедливо и правильно таким образом вроде как бы никто не обижен но при этом есть мотивация пройти на сложном уровне и почувствовать что такое подъемы до 5 часов утра 66 дней именно с тем фактом что если ты не поднимаешься до 5 часов у тебя опоздание у тебя опоздание сейчас пока количество опозданий тоже не влияет но было бы справедливо их учитывать и если я назвал там 5% то возможно 5% должно быть для людей которые прошли на бесплатном вставали до 10 фактически отчетность возможность до 10 и у них например не было вообще опоздание если опоздание существует они в каком-то процентном соотношении 5% из 100% начинают это деградация снижают эту ставку это тоже по идее должно учитываться потому что эта вещь эта формула должна мотивировать не опаздывать учет опозданий не опаздывать выполнять достигать эти победы получать их опоздание не страшно у всех бывают провалы я сейчас неделю сижу с температурой хожу на ногах с температурой думая о том стоит ли мне делать эти практики или выдумывать например состояние что на ногах опасно ходить с температурой но она у меня такая 37-37,5 я ее чисто технически мозг не сильно ощущаю вот у меня нос закладывается когда я просыпаюсь горло прихватывает но потом расхаживается разглатывается не знаю полоскание решает вопрос но тем не менее либо объяснять себе так и не делать и получать опоздание либо 20 минут 30 посвящать упрощать себе каким-то макаром я не против того чтобы например те вещи которые мы отмечаем что было вчера и что будет завтра делать в течение дня и готовить это в течение дня работать с этими задачами ай-яй-яй что отвалилось что отвалилось сейчас камеру переподключу и ай-яй-яй и Будьте уверены, что ваша камера подключена. Ну, я надеюсь, я понятно рассказал про эту логику. В общем, в идеале все учесть. 51 минута, через 9 минут будем стоять на гвоздях. Сейчас я, наверное, отправлю еще анонс. О, смотрите, какая новость. Я делал голосование у участников по поводу таблицы достижений. Она сейчас доступна только тогда, когда сделаны предыдущие 5 практик. Тогда можно таблицу заполнить. Если 5 практик не выполнены, таблица не допускается. И для меня было такой дилеммой решить, надо ли так делать или не надо. По идее, таблица достижений это такая же практика внимательности, практика чек-листа, что ли, отчетности. Что надо просто нажать, просто там ввести кнопочку. Я сам на ней очень часто попадался, под нее забывал. Робот сейчас, конечно, в этом плане подсовывает тебе просто и все, тебе надо нажать. Это удобно. Но я думал сделать ее параллельной, чтобы ты мог галочку ставить. Тоже просто галочку, галочку ставить. Вот такая практика, которая кажется тебе настолько незначимой, что за задание. Ну скажите мне, на каком тренинге вам дадут задание 66 дней заходить и галочку ставить. Это что вообще за задание? Это в чем это ценность этого всего? А здесь у нас есть такое задание. И ценность этого задания как раз в том, чтобы показать, что существуют в нашей жизни, казалось бы, незначительные мелочи, которые мы, важность их снижаем, считаем их вообще недостойными там даже нашего времени. Но по большей части они как раз могут быть ключевыми. И это такая же банальная внимательность, кропотливость, которую гранулярность, я бы даже сказал, если обращаться к словарю книги, да, клуба пяти часов утра Робина Шарма, это гранулярность, в этом нужно найти улучшение, идеализацию этого процесса. Потому что от таких вещей в нашей жизни очень много, что зависит. Ну например, там, не знаю, да чего укусно, мелочь, какая-нибудь мелочь, протереть пыль раз в неделю, а потом кто-нибудь заболевает какой-нибудь егундой из-за этой пыли, из-за тем, что дышит, чихает, кашляет. Вот так вот, да, то есть какой-нибудь такой процесс. Ну если так, утрированно, да, говорить. Поэтому вот казалось бы, галочка, я хотел ее сделать, чтобы ее можно было ставить хотя бы, чтобы люди, которые, ну не могут выполнить все практики, например, бегать там, да, травмировал ногу, у нас кто там травмировал ногу? Кто у нас травмировал ногу? Анастасия или нет? Анастасия Алешина. И она ходит, ну опять же, она тоже ходит и делает практики, и она все вообще делает, молодец в этом плане, ты молодец, Настя. Ну я к тому, что кто не может, например, делать, ну просто галочку пусть ставит, потому что, ну, но тем не менее я дал, хотел послушать варианты участников и увидел, что оказывается, 70% говорят о том, что она должна быть доступна после выполнения всех заданий. Хотя казалось бы, проголосуйте, что она должна быть доступна в любой момент, и всем от этого станет легче. Всем от этого будет проще галочку тыкать. Вообще, первым делом, только проснулся, сдал отчет, поставил галочку, потом все остальное делаешь, потому что на это дольше времени будет требоваться. 10 голосов. Распределились так. Ну ладно. Так, где у нас гвозди? Так, ну что, вот получилось как-то так. Не совсем запланировано. Я к тому, что я не планировал прям сильно заморачиваться по поводу реферальной программы. Но очень рад, что получилось ее максимально хорошо раскрыть. Так, ребята, анонс, где у нас эти гвозди? Медитация гвозди. Что я его доделал, что ли? Ну ладно. Ну ладно. В общем, отключаюсь, запускаем сейчас гвозди, переподключусь, запустим гвозди. Постоим 30 минут. Если будет... Ну я, я где постою сейчас. Если никто у нас не прилетит. Так, и в основном сейчас... Ну все. Всем спасибо, кто послушал. Хорошо получилось раскрыть тему реферальной программы. Думаю, будет полезно. Поэтому для тех, кто проходит... Для тех, кто вообще заходит, есть стимул проходить. Для тех, кто проходит на бесплатном режиме, есть стимул проходить на платном режиме. Для тех, кто проходит на платном режиме, есть стимул проходить на платном сложном. И тут еще такой момент, что скорее всего бесплатных вариантов в будущем не будет. Будет какой-нибудь там тестовый период, неделька. И после недельки, если человек понимает, что это не его, он бесплатно попробовал. Если он понимает, что это его, то робот будет его поддерживать, робот будет ему дальше высылать задания. Дальше будет начислять баллы, дальше будет начислять победы. Получается, что опоздания, да нет, слушайте, опоздания, наверное, будут учитываться точно так же первые 7 дней и 6 дней. Даже если будет продлеваться потом бесплатное участие. Все, 9 часов, скрываю и перезагружаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok